Праздничное открытие детской площадки. Без преувеличения, можно сказать, в поселке Глубинной началась новая жизнь. Местных жителей переполняет чувство гордости. Вот захотели детский городок и смогли воплотить свою идею в жизнь. Пока проект обсуждали, на субботниках строителям помогали, все друг с другом перезнакомились, передружились. Мы так все сдружились и перезнакомились. Мы живем здесь уже 8 лет. Я не знала столько соседей, сколько я узнала буквально за этот год. Очень сильно сблизило, очень хорошо сблизило. Я говорю, как будто одна семья. На самом деле, как будто семья, все друг друга знают, все друг друга помогают. Идея установить в родном поселке большую детскую площадку появилась у супругов Натальи и Александра Балучевых. Искали друзей для пятилетней внучки. Это не прихоть детская площадка, это необходимость для того, чтобы дети общались. На общем сходе поселка проголосовали за установку площадки и подали свою заявку для участия в региональной программе поддержки местных инициатив. Заявку одобрили. Горки, качели, турники, песочницы жители выбирали сами на свой вкус. Общая стоимость проекта 300 тысяч рублей. Большая часть денег пришла из местного и областного бюджетов. 10% от общей суммы оплатили спонсоры, 5% сами жители. Минимальный взнос дома составил 1000 рублей. Сельчане помогали не только материально, но и физически. Всем миром провели три субботника. И вот дети на качелях, взрослые у самовара. Теперь здесь, на детской площадке, всегда можно будет встретиться с соседями, обсудить последние новости и придумать, как еще можно благоустроить родной поселок. Первое – это сделать сход граждан, собрание граждан в своем населенном пункте, определиться, что они желают сделать и прийти в администрацию своей инициативой. Программа поддержки местных инициатив будет действовать и в 2020 году. Причем заявки начнут принимать уже в декабре текущего года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечает, что поддержка местных инициатив – очень важный проект, который позволяет слышать мнения жителей региона. Проект по поддержке местных инициатив – хороший механизм, который помогает делать жизнь людей в районах комфортнее. При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект свои средства, усилия, идеи. Благодаря проекту поддержки местных инициатив в 2019 году в Нижегородской области реализовано почти 600 проектов. Изменить облик своего поселка, деревни или улицы может каждый из нас. Было бы желание. Ирина Стефанюк, Наталья Есеняева, Сергей Белясников. Время новостей. Ирина Стефанюк, Наталья Есеняевна, Сергей Белясников. Ирина Стефанюк, Наталья Есеняевна, Сергей Белясников.